Квартира находится в жилом комплексе Смольный проспект. У этого дома хорошая локация в тихом районе центра на набережной Невы. Рядом с домом стоит Воскресенский Смольный собор и сад Портер Смольного. А в пяти минутах ходьбы есть замечательное место с богатым историческим прошлым для прогулок и отдыха. Рядом с домом Большоохтинский мост. От главных улиц Петербурга можно быстро дойти пешком. Помещение имеет площадь 90 квадратных метров. Застройщик предлагал двухкомнатную квартиру с большой неудобной прихожей. Главная особенность изначальной планировки это три эркера. Причем эти эркеры были сделаны абсолютно неудобно. Они идут не вровень с полом, а с подоконником высотой 40 сантиметров. И это при том, что там еще и радиаторы установлены. Пользоваться такими эркерами неудобно и вообще непонятно для чего они сделаны. Квартира изначально строилась под аренду, но во время ремонта заказчице настолько понравился проект, что она решила сюда переехать. Квартира поделена на гостевую и личную зоны. В гостевой кухня, гостиная, санузел с прачечной, а в личной спальне гардеробная и ванная комната. Первое, что мне нужно было решить, это разобраться с эркерами, сделать их функциональными и вписать в интерьер. Поэтому решили нарастить их, зашить радиаторы в пол и добавить ступеньку. Таким образом получилось дать им полезную функцию. Например, на кухне появилась зона для кофе у окна. Правда, стулья еще не доехали. В гостиной будут стоять цветы, либо электропианино, а в спальне эркера играет роль рабочая зона или зона для макияжа. Основное помещение кухни-гостиной разделено большой перегородкой из керамогранита под камень. Благодаря зеркальным торцам сверху и снизу эта перегородка кажется парящей в воздухе. С обоих сторон стоят телевизоры, но пока установлен только один из них. Все управление и подключение телевизоров расположены в специальной нише в торце, где находится блок управления мультимедиа. Кухонный гарнитур разделен на две зоны – хранение и приготовление пищи. В зоне хранения есть два холодильника. Один из них – это морозильная камера. Кроме того, есть вся необходимая бытовая техника и дополнительное хранение кухонных принадлежностей. Обеденный стол подсвечен светодиодным подвесом. Основная идея была сделать в черно-белом интерьере уютную обстановку. С помощью этого светильника за ужином в кругу семьи появляется то самое чувство уюта от цвета маленьких лампочек, напоминающих гирлянду. В квартире почти все освещение регулируется по яркости. Помимо этого, я всегда закладываю дополнительные источники света, чтобы были разные сценарии освещения в зависимости от времени, суток и настроения. В прихожей стоит большое ростовое зеркало и привычный для моих проектов шкаф. Я такой шкаф использую практически в каждом своем интерьере. Его крайняя часть используется для хранения аксессуаров и сумок. Также там находится коллектор системы отопления, есть место, куда можно присесть, а под ним – хранение обуви. А все остальное для одежды. Из прихожей можно попасть в гостевой санузел, он же прачечный. В нем есть большая тумба, зеркало во всю стену, лампа для подсветки лица и шкаф-купе, в котором стоят стиральные и сушильные машины, коллекторный узел и хранение средств для уборки квартиры. В гостиной стоит диван, большое зеркало, которое дает иллюзию, что окна продолжаются и комната увеличивается визуально. Также здесь есть эркер, в котором будут стоять растения или новогодняя елка, про которую все забывают при проектировании интерьера. Ну а напротив диван и перегородка из керамогранита, на которой в скором времени появится большой телевизор. Из гостиной можно попасть в приватную часть квартиры через высокую дверь высотой 2,7 метра. За этой дверью находится спальня. В спальне стоит кровать с большим мягким изголовьем, подвесными светильниками, которые можно регулировать по яркости и подсветкой за изголовьем. Напротив нее стоит телевизор со шкафом для хранения книг и документов, а в торце комнаты эркер с макияжным столиком. В спальне есть небольшой коридор с зеркалом, увеличивающим пространство. Из этого коридора можно попасть в гардеробную и ванную. Гардеробная находится за откатной пенальной дверью. Хранение здесь открытое, много места для чемоданов, коробок, ну и самой одежды, разумеется. Здесь в гардеробе спрятаны электрические щиты, один для основной сети, а другой для слаботочных систем. В компактной ванной комнате есть большая раковина из креона, унитаз с биде, зеркало, полноценный шкаф для белья, ну и сама ванна тоже есть. Также здесь есть много разных книж для хранения и дополнительная вечерняя подсветка в зоне ванны. Вся квартира хоть и сделана в черно-белой гамме, которая обычно не ассоциируется у людей с уютом, но благодаря правильной эргономике и хорошему освещению здесь очень комфортно и приятно находиться. Надеюсь, эта квартира будет служить верой и правдой своей хозяйке, а мои дизайн решения не устареют в ближайшие 10 или даже 20 лет.